Гасвай Мухарадж и также моему Парам Гуру Деву Нителеправиштам Виштопада Штаташаши Шмадовки Прагина Кеша Гасвай Мухарадж присутствуем здесь Штаташи Дару Мухарадж Всем Вишнавам Продолжая далее Вчера мы обсудили третью песню Штаташаши Шмад Багаватам Где Шишакадав Гасвами встретился с Удовом и Матриэриши И также мы слышали три очень важные шлоки Которые упоминаются по этой причине Сам Удово Сытился с ведурой на берегу Ямоны Удово очень близок и дорог к Господу И когда он начал прославлять красоту Кришны Все Штаташаши Дару Мухарадж начали проявлять свое сердце Особенности Враджа Вадим Лилы Враджа Которые являются очень большой стимуляцией Удипуна и для чистого преданного Когда Кришна ворует масло в соседских домах Старшей копии Как он поднял Гирирадж Гавардхан И также раз солил Он начал объяснять Удово начал объяснять А в особенности он сказал очень важную шлоку Он начал вот с этих строк Где объясняется Что Штаташаши Дару Мухарадж Он обрел прекрасную форму Очень похожий на мальчика На юношу Я юношу Который совершает эти лилы в материальном мире И это Нараватлила Которую Кришна Он принимает в это Нараватлили Самую прекрасную Совершенную Прекрасную форму Шьяма Сундар Кришна Враджа Дранандана Шри Кришна Который проявляет эту Прекрасную божественную красоту Во время давания Является самой высочайшей Почему? Потому что Особенностью является Этой формы Почему? Все происходит По влияниям Йога Майя По влияниям Лила Шакти Самого Кришна И сам Господь Он говорит Вот в этой шлоке Что две потенции Это Йога Майя И другая Моха Майя Под влиянием И помощи Йога Майя Ши Кришна Принимает прекрасную форму Очень похожую На юношу Этого Которые живут В материальном мире Но она настолько Трансцендентно Прекрасна И в этой форме Ши Кришна Всепривлекающий И так же Мы слышали о том Как Кришна Пытался украсть масло И увидел вдруг Отражение В колонии Сделанной Из драгоценных камней Которые Которые Подобно зеркалу Отразили Его неотразимую красоту И он Он находился В полном Замешательстве Изумленный Своим собственным Образом И так же В Двараке Однажды Это было В Нандагане А второй раз Это было В Двараке Когда Кришна Увидел Так же Свою Неотразимую Форму Он пытался Даже Обнять ее У него появилось Сильное желание Желание Почему? Потому что В этот момент У него появилось Очень сильное желание Испытать Настрельничьим Адетхарани И насладиться Этой сладостью Которая находится В нем Но он Не может понять Каким образом Он сладостен И поэтому Он принимает Форму Шечетания Моха Прабу И приходит В материальный мир И так же Мы слышали Примеры О том О прекрасной форме Которая Всепривлекающая Которая Привлекает Все сущее И В материальном мире Для того Чтобы Сделать Кого-то красивым Нужно Нарядно Одеться И Его красиво Украсить Но Для Красоты Кришны Не нужно Ничего внешнего Красота Кришны Она Самопроявлена И даже Более Когда Кришна Нарядно Одет Он своей Красотой Он украшает Все Украшения Которые Находятся На нем Весь этот Орнамик Кришна Украшает Своей Собственной Изначально Естественной Красотой Которая Присущая Моему Красота Его Красота Его Рук Его Его Прекрасного Лица Его Божественного Тела Которое Которое Невозможно Ни с чем Сравнить Оно Является Истинным Украшением Кришны И В этой Шлоке Которое Является Так Очень Важное И мы Слышали Также Объяснение Что Шримад Бхагаватам Три раза Повторяется Своям Бхагаван Что Подтверждается Что Это Является Истиной Это Является Истиной Это Является Истиной Первое Шлоке Затем Там Также Подчеркивается Что Кришна Является Своям Бхагаван Что Такой Своям Бхагаван Это Сам Кришна Верховный Личный Бог Который Совершенно Независим Он Полностью Удалят Самому Себе И Он Заключен Себе Полностью Ему Не Нужна Помощь Со Стороны И Поэтому Также С Кришной Не Может Никто Сравниться С Удалят М С Кришна М С С С С С С С С С И поэтия в этих трех шлоках, которые являются очень важными в девятой песне, в этих шлоках три раза подчеркивается Своямбхаван, что указывает на верховное положение Господа. И также он является мастером трех кого? Брахма, Шива и Махеша. И также он является мастером Крэндакаша и Вишну, Крэндакаша и Вишну и Крэндакаша и Вишну. Также он является мастером между Йога Майя, Маха Майя и Дживами этого материального мира. И поэтому Господь является Атмарам и Атмакам. Это ему ничего не нужно для полного удовлетворения. Он Атмарам, он полностью удовлетворен в своей Атме. И также Атмакам, тот кто не имеет материальных желаний. Все желания в его сердце удовлетворены. И все полубоги, что они совершают, они прилагают поклоны тысячи и тысячи раз в том месте, где Господь, Он наступает своими лотосами, стопами, оставляя Божественные светы. И мы также слышали историю о том, однажды Брахма, Он возомнил, возгородился, что Он является Творцом Селенной. И Он пришел к Вишну для того, чтобы предложить Ему свою поклону. Читание Чиритана Хришиндасской Раджи Господь объясняет, как гордыня этого Брахма была полностью сокрушена, когда Он увидел 64-головых Брахм, 108-головых. И Он почувствовал себя совершенно маленьким и незначительным Брахмой. Таким образом Господь сокрушил его гордыню. И также далее в этой шлоке объясняется качество Господа. Бхакия, что означает? Это демоница Путана, которая смазала ядовитым, смертельным ядом свою грудь, с намерением убить Господа. Ну, что Читание Чиритана Хришиндасской Раджи Господь сделал? Вместо того, чтобы наказать Путану, Кши Кришна даровал ей очень высокое положение. Она стала служанкой самой Ешоды, находясь под руководством Ешоды моей. Она имела возможность заботиться о Кришне. И поэтому также здесь подчеркивается неотразимая красота, рупа Господа. И также веду Раджи, когда он пошел, услышав все, что сказал Удава, он отправился к Матрии Рише, чтобы дальше продолжить просворение Господу. Субтитры делал DimaTorzok 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 и какова роль, что происходит, когда встречается саду. Это не то, что когда вы идёте к саду и просто спрашиваете вопросы, и считаете, что ты обязан отвечать на мой вопрос. Это неправильное отношение к саду. Это совершенно неправильно, насильно заставлять ваше саду отвечать на ваши вопросы. Пронепат, что означает? Первое, пронепат. Вначале вы должны предложить пронаму, и не только, а полностью, в настроении полного предания, без всякого двуличия и лицемерия в сердце. Шилак Грудев давал пример. Карана, когда пришёл к Парушараму, и когда он пришёл к Парушараму, Карана, он хотел получить образование у Драначарии, поэтому пришёл к Парушараму. И он был обманут. Он сказал, что он является Брамом, хотя он являлся сыном Шудры, хотя он являлся косвенным образом сыном Кунти, но он не сказал правду. И когда он сказал эту неправду, что получилось, когда один насекомый пришёл, который укусил Карану. А когда Грудева спал в это время, он лежал на коленях, голова его была на коленях у Караны, и он терпел эту боль, этот насекомый, он сделал такую дырочку у него, и когда Парушарам, он проснулся, он сказал, «Ты мне сказал неправду, потому что Браман, он не мог бы терпеть вот такую боль, только Кшатрия, Кшатрия он может терпеть такую боль, поэтому ты не являешься Браманом». И он далее Парушарам сказал, «Когда будет очень важное время твоей жизни, ты забудешь свою мантру». Это было проклятие, это было желание Господа, Парушарам является инкарнацией Господа. Он таким образом хотел разрушить всех демонов и защитить преданных. И поэтому все образование, которое хотел Карана, то, что он, искусство, все, что он обрел, в тот самый важный момент он забыл. И вы знаете также о Экалабии, который хотел Дроначария принять в качестве своего учителя, чтобы обрести большое искусство стрельбы из лука. Но у него были Экалабия, но когда Дроначарий отказал ему, он сделал божество этого Дроначария, и поклоняясь ему, он начал изучать искусство стрельбы. И когда пандавы вдруг увидели, что когда собака была с ними, и они увидели, что стрела была опущена в собаку таким образом, что она попала в рот собаки, и этот ее рот наполнился стрелами, и они были поражены. Кто так мог стрелять? И они увидели этого Экалабию, и они спросили, кто тебя научил такой стрельбы искусной из лука? Он сказал Дроначария, он сказал, как ты же не являешься учеником Дроначарии? Дроначария пришел, Дроначария спросил Экалабию, кто твой гуру? Он сказал, ты, я сделал божество, и поклонялся ему. И поэтому я обрел все искусства стрельбы из лука. И тогда Дроначария сказал, ты мне не заплатил давшину. И Экалабия сказал, хорошо, что я могу тебе предложить? Он сказал, ты должен мне отрезать свой большой палец. Почему Дроначария? Он не хотел, чтобы он знал демоническое настроение Экалабии. И поэтому он считал, что если он даст ему большой палец, он не сможет искусственно стрелять из лука. И Экалабия точно же отрубил свой палец. Экалабия, он обрел искусство стрельбы и Дроначария, которые многие не понимали поведения Дроначария, и оскорбляли его. Но Дроначария был непростой гуру, он вел сатат Ваведа, он знал о внутреннем настроении сердца этого Экалабия, который хотел в один день, он встанет на сторону Дурьоданы. И таким образом, он обязательно убьет Арджуну в какой-то день. Но если он... Хотя Арджуна, он служил Дроначарию правильным образом, без всякого обмана и лицемерия, он обрел искусство стрельбы. Это является самым возвышенным знанием. То, кто обретает знания с помощью обмана, то тогда эти знания, они не смогут спасти его в одно время, они не смогут помочь ему, когда это будет необходимо. Точно так же, вначале нужно полное предание, духовное учение, затем парни, прошная сэвана. В большом смирении вы должны вопрошать духовного учителя, задавая в этом смиренном настроении сердца вопросы. Поэтому без... Как мой гуру Дэв говорил часто, что однажды, когда Индра и Вилочин, они узнали, что... что они, если... если они смогут обрести атму кого-то, то есть они могут обрести бессмертие, и... и они... этот Индра еще кто-то из... они пошли. Они стали искать, где же они могут атма-видео. Это только Брама, он подходящий, Браман, он подходящий для этого. Но когда они подошли к Браману, они ничего не сказали. Тогда это Браман сказал, вы должны 21 год пасти коров. И они... то есть 25 лет, они пасти коров, и они сказали, мой гуру Дэв, пожалуйста, скажи нам атма-гьяну, эти знания, что мы обрели бессмертие. И тогда гуру Дэв им сказал, принесите воды. И тогда они... и они сказали, и когда это отражение в воде появилось, он сказал, вот это видья, это... и тогда Индра, он был очень сообразителен. являясь царем полубогов, он подумал, какого вида эти знания, это не высочайшее знание, это лишь просто отражение моего собственного лица. Как это может быть самым высочайшим знанием, в виде гьяна? И он был неудовлетворен и вернулся к гуру Дэву и сказал, ты Браман, ты обманул меня, скажи мне истину. И все эти демоны, они ждали, когда Вилочин придет. А Вилочин, он пришел, после того, как он обрел образование, вернулся в свое царство, демоны спросили, какую в виде атму ты... он сказал, нет никакой атмы, никакой души. Я изучил, что имеется только тело, вот это инертная субстанция. Это тело, оно является всем, оно является нашим последним достижением. Поэтому, говорится, если вы возьмете ги, ги, который очень полезен, это полезно для вашего, для вашего питания, для вашего тела, но если вы используете его неправильным образом, оно не может помочь вам. Точно так же, он изучал знания, но что он реализовал? Он реализовал то, что нужно заботиться о теле, и поэтому, это концепция демоническая. Это разум демонов, который является очень низким. А Индра, он был настолько разумен, и вернулся к этому браману, и он сказал ему далее, к учителю, вернусь ко мне через 25 лет. И когда он вернулся и задал тот же самый вопрос, он сказал, что тот сон, который ты увидишь, это будет атма-видея. И тогда Индра, он подумал, что же это за знания, что может присниться во сне, иногда во сне мы можем видеть, что я царь, и все там мне массажируют мои стопы, потому что я царь. И когда он открыл глаза, и когда мы открываем глаза, мы видим, что мы находимся в совсем неподходящем месте для царя. Каким же образом сон может быть высочайшим знанием? Он сказал, Города, ты хочешь опять обмануть меня? Он сказал, теперь ты опять отправься на 25 лет, и после опять придешь ко мне. И 100 лет, он так и продолжал, 25 лет, вот первые 25, потом он все подспас коров. И затем Брамана даровал ему знания, не прежде. Когда Индра уже последняя, он ждал служа Гуру Деву 100 лет, он пас коров. И поэтому, если нет тенденции, настроения служения духовному учителю, вы не сможете обрести знания. Поэтому вы должны совершать служение. И когда вы совершаете служение, то тогда Татакур, Шей Города будет очень довольна вашим служением. И тогда вся татва, вся видья Дьяна, она проявится автоматически в вашем сердце. Но без настроения служения, настроения Шаранагати, вы не сможете обрести такого вида знания. Как Кришна, он пошел с Судамой Випра, в лес, потому что Сандипани Муни, его жена сказала, что нет хвороста, чтобы приготовить вечером. И они пошли в лес собирать хворост. пошел в сильные дожди, и как они всю ночь постояли, и сохраняя этот хворост, они держали его на голове. А затем Круде пришел и даровал, и он был очень доволен их служением. Точно так же, тот, кто совершает служение, без всякой корыстной мотивации, без вицемерия в сердце, ничего не желая для себя. Когда мы находились в Матхури, кто-то служил очень много, Гуру Варге, они были очень более известны в этом мире. А тот, кто не имел этой тенденции к служению, где они сейчас? Я помню, кто-то скажет, я знаю, я знаю, что это шлока, но если без настроения служения вы обретаете знания, то как эти знания вам пригодятся. И Бхагаван, он очень милослив исключительно к тем, кто может в действительности реализовать истинное желание Господа. Когда во время училы Гуру Дева в Матхури были очень образованные с университетским образованием, с учебными степенями приходили, и мы также видели, и не только это зависит от образования. Даже обычные люди могли обрести татвагиану, как Говинда Джи, который служил своему Гуру Деву, и он проявил ему все в сердце. Говинда, он является самым лучшим примером служения духовному учителя, здесь имеется в виду Роману Джачарь, и его слуга Говинда. Таким образом, автоматически сердце духовного учителя, все духовные виды, знания, что значит виды, это реализованные духовные знания, они становятся наследством сердца ученика. Какого вида сердца, которое кристально чистое и очень простодушное, без всякого желания обмана или дура в таком настроении задал вопрос, обращаясь к Удаву. Что в этом материальном мире любую деятельность, которую они совершают, они все это делают для обретения счастья. Счастье приходит, а несчастье уходит. Эти две цели, деятельность материальных людей с утра до вечера. Счастье должно прийти, а несчастье должно исчезнуть. И то, кто погружен в эти две деятельности, обретение счастья, избавление от страданий, но они замечают, что приходит счастье, а иногда темная полоса, когда только одни несчастья, и что бы они ни делали, они не могут обрести счастье. Это происходит автоматически, поэтому в этом заключался первый вопрос, а второй, почему он принимает инкарнации, инкарнирует в материальном мире. И также третий вопрос, пожалуйста, объясни, расскажи мне про прекрасные деяния Господа в материальном мире, которые он совершал в прокат-виле. Затем когда Риши, Видора, он был Мандака Риши в прошлом своем воплощении. Там тоже все Мораджи. Он спросил, что ты был Дхалтар Морадж и Яморадж в прошлой жизни. Потому что по проклятии Мандака Риши ты стал Риши, а прежде ты был Яморадж воплощенный. И Матри Муни далее объяснил Шришти Таттво. И имеется три вида созидания. Тремя путями происходит творение. Первое с помощью ума, второе с помощью желания. А третье с помощью тела. Дхакша Праджапати с помощью ума он пропродуцировал детей. А что желание, каким образом так же происходит. Но каким образом телесное продолжение потомства началось с ману, то есть физическим общением противоположных полов. Поэтому ману, манушья, мы все пришли из этой династии ману. И постепенно, постепенно как были различные вот эти принципы Дарвина, которые философию Шила Прабхупада полностью отверг полностью эту совершенную философию. Почему на самом деле мы не пришли, не произошли это обезьяна? Если бы мы пришли, это обезьяна. Почему же сейчас находится очень много обезьян, но они не обретают человеческую форму жизни? Что эту эволюцию мы не видим, эту постепенную эволюцию в течение даже длительного времени, мы не видим это своими глазами, как происходит. Много обезьян живут в джунглях, но где же эта эволюция? Почему же мы не видим этот процесс, который происходит между обезьяной и уже человекоподобным существом? В действительности Дарвин это совершенно обманчивая философия, и хотя наука желает доказать, но это совершенно атеистическое представление. Но до сих пор в Индии эту теорию до сих пор проповедуют в школах, но в священных писаниях не говорится об этом. Боговадгити сам Господь, Он дарует знания. Кришна говорит Боговадгити, что все дживы являются частичками моего трансцендентного тела. Господь сам говорит, что являюсь отцом и матерью, являюсь братом, я являюсь самым лучшим другом для всех живых существ этого мира. А в христианстве, в Библии объясняется, что Господь, Он сотворил людей по своему собственному имиджу. А в Коране также, извиняюсь, в Коране Аллах, Он сотворил человеческоподобных таких же по своему собственному образу. Это нигде не объясняется, что обезьяны и что люди, они пришли из этого династии обезьян, как Шикришна и Ширам, у него два глаза, у нас тоже, у него две руки, у нас две руки, а обезьяны однажды кто-то пытался вложить эти мозги, человеческие мозги в человека и он начал прыгать как подобно обезьяны, обезьяны. Но на самом деле это не является нашей изначальной конституционной природой иметь обезьянное происхождение. А вот эти готры, которые пришли из десяти чувств брамы, и так же мы пришли из какой-то династии, то готры считается мы пришли. Мы все не пришли от обезьян, мы пришли от ману. Поэтому мы называемся ману, что означает люди, то есть ману смрити, это как раз эта философия ману, она там полностью в ману смрити объясняется, что должны делать люди, чем заниматься, чем они не должны заниматься. Ману Махарадж, когда Брамаджи проявил его, проявил ману из своей левой стороны и затем ману он проявил то есть он приказал ману, ты должен увеличить популяцию мира. Он сказал, что нет земли, как мы вчера слышали, Варахадев он явился и спас землю, которую Хирания Якша похитил. И затем ману, когда земля была освобождена, он построил царство и таким образом начал увеличивать популяцию. У него было две дочери Акути, Девахути, как-то три дочери и два сына. Они были три дочери ману, они были необыкновенно красивыми. Когда они играли в садике дворца, даже полубоги с небесных планет были привлечены их божественной красотой, этих дочерей ману. Когда Риши, который совершал аскезы, он достиг Господь даровал благословения и слезы, которые потекли из глаз, они превратились в Бинго-Саравару. И он сказал, проси, что хочешь, но Кадамуни сказал, у меня нет никаких желаний, я всем удовлетворю. он сказал затем, Чатур-Сан, они отказались от того, чтобы увеличить потомство, и Брахма проклял их, он сказал, вы не женитесь, вы будете всегда оставаться такими, какими вы сейчас есть, в форме этих маленьких детей. И тогда Кадамуни сказал, это же на самом деле не явилось проклятием, это было большое благословение, почему, потому что все несчастья и страдания, которые уже происходят уже как бы в более зрелом периоде, четверо кумаров не могут этого испытывать, потому что они постоянно находятся в этом совсем детском возрасте, у них, потому что у детей, дети, они ни о чем не беспокоятся, ни о чем не беспокоятся и ни к чему не стремятся, они довольны и счастливы. Точно так же в действительности они должны были исследовать наставления своего отца. Первые, 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 вот эти четверо кумаров, они не подчинились своему отцу, а мы так же, как вот брамачары, они идут собирать бикшу, и кто-то говорят, кто-то говорят, что не служите своим родителям, хотите быть бабаджами, некоторые как бы так обращаются, почему вы не женитесь, почему вы не хотите служить своим родителям, каким образом вы, но и хотя бы отвечайте харибол, харибол, но обычные люди считают, что служение родителям является самой высочайшей целью, обязанностью, даже мы видим, что Чатурсан, четверо кумаров, они отказались от наставления своего отца, поэтому здесь нет ничего, если кто-то желает совершать отречение и достичь духовной цели, что является призначением человеческой жизни, и поэтому в 5-летнем возрасте постоянно обнаженные они прибыли на Вайкунтхи, они встретили Джайи Виджая, которые остановили их, и тогда они прокляли этих Джайи Виджая, они сказали, почему, потому что в общем Адбхава Тавшинадариши говорит, что Господь должен быть поклоняем повсюду, любое божество в этом материальном мире является самым лучшим, это Бхакти Шри Бхагавана, как Бхагавадгити заключительной шлоки, который является оставь все Дхарму, все обязанности Варнашин Дхармы и просто предайся мне, Господь говорит, я освобожу тебя от всех грехов и обязанностей социальных, не беспокойся ни о чем, просто совершая бажан мне Дживи Сваропа Хой Кришна Нитья Дас и Чивы Кришна повторяя святые имена Господа, то, что является самовозвышенной целью. Когда мы приходим и обретаем приют лотосный стоп Господа, есть шесть обязанностей, которые, как сказать, этот кредит, который вы должны заплатить, в чём заключается, в шести обязанностях, которые мы имеем в этом материальном мире, шесть видов наших долгов, мы освобождаемся, когда мы приходим, к родителям, родственникам, к полубогам, и так далее. Но если вы будете желать отплатить родителям, вы не в состоянии будете отплатить в течение своей жизни, служа им. А как же вы можете отплатить этой родине, место, где вы родились, или же, ну если вы придёте, или так же полубогам, таким образом, ну если вы предадитесь вот этим стопам Господа, автоматически вы заплатите все свои долги, которые совершенно невозможно оплатить в материальном смысле этого слова. И поэтому в течение длительного времени бракманы, они в действительности считают считают, что это является шесть этих принципов являются важными. Но чем саду, что мы пришли в этот материальный мир для того, чтобы как служить родителям, ну и когда женится, например, сын, они могут отделиться уже с женой, отдельно живут от родителей. Я вижу часто, как те, которые совершают баджин, богавану, они действительно служат своим родителям, потому что они приносят им духовное благо. И поэтому даже один преданный, который приходит в династию, 21 поколение может освободить. Это действительно является истинное благочестие, истинное пожертвование, истинное исполнение обязанностей перед родителями и перед всеми. Поэтому вы не в состоянии отплатить родителям, вращаясь в колесе рождения и смерти, потому что вы снова и снова будете возвращаться, и снова возвращаться в материальный мир. Но когда вы освободитесь сами, вы сможете освободить также эти души, которые находятся в сансаре. И Кардамани Риши он сказал, у меня нет никаких желаний, обратясь то есть но у меня есть два условия. Первое, если ты станешь моим сыном, обратился он Господу Вечный, тогда это а второе, до тех пор, пока я буду находиться в материальном мире, до тех пор, пока я обрету сына, тогда я стану в саду. И если ты мне дашь это благословение, только в этом случае я женюсь. И Ману Махарадж даровал ему этот то есть он отдал ему в замужество свою дочь Ману эту кардаману Муниану, она была очень квалифицирована и очень красивая и он взял ее замужество и затем Шинарада после того, когда свадебная церемония закончилась это не то, что это была семья, где происходит удовлетворение материальных чувств, нет, это была семья грехосашером, которые служат Господу, помогают друг другу и с помощью его жены, которая являлась дочерью Ману, она служила кардамане Муни с помощью ума, языка и тела служа ему на пути Господу и однажды кардам Марише он открыл глаза и увидел и реализовал, что он женат, хотя он совершенно даже забыл об этом и он посмотрел на свою жену и увидел, что она уже состарилась почему потому что когда когда муж находится в самаде он как бы он постится а жена верная она ничего не принимает потому что ее муж не принимает а когда у него находился в самаде длительное время и жена его очень истощилась и выглядела не совсем и затем он сказал ты должна ты должна принять омовение в этом биндос ровере она опять приняла прекрасный образ и тысячи тысячи возле биндоса ровера оказались служанок которые украсили ее ее звали девахутия это это и поэтому это что означает это подобно знаете скорости ума которая подобна пчеле она может этот ум может постоянно везде перемещаться но все желания этого ума они полностью удовлетворены как поэтому вот эти желания желания никогда никогда стареть быть всегда прекрасным и юным и все научные люди в этом мире они разработают всякие гипотезы как можно сохранить молодость как можно сохранить здоровье и так далее но вы знаете эти истории рассказывают насколько раньше могуществом обладали браманы риши что не нужно было ничего они могли просто с помощью мантр сделать они не они Продолжение следует...